ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять эксперты на MSNBC, и угадайте, о чём они говорят. Догадаетесь? Единственное, что радует их в их жалкой жизни, это война, когда другие люди сжигают друг друга. Макс Бут анонсировал новую эскалацию в своей любимой войне на Украине. Послушайте. Я думаю, что важно понять, что мы делаем ошибку, думая об этой войне, так как мы думаем о ней как об их войне. Украинцы воюют, мы должны думать как о нашей войне. Мы не поставляем дроны Грей Игл, которые нужны Украине, мы не поставляем столько МЛРС, сколько им нужно. Все мы вместе можем и должны делать больше, так как нам надо понять, что это наш бой, на переднем краю которого украинцы. Это наша война! Слышали? Люди из Дебюка, Бангора, Голфпорта, Спакана. Это ваша война, а не их. Но странно здесь то, кроме того, что это наша война, что Макс Бут всё ещё в тапочках и в студии Джо. И хоть эта война исторически важна, и она наша, Макс Бут почему-то не воюет в его войне. И что ещё страннее, Макс Бут не отдаёт свою зарплату на нашу войну, а делает он то, что и всегда делал, продвигает нашу войну, так же, как и в Первую войну. И в своей долгой карьере Бут, как призывающий к войне, требовал, чтобы наши войска шли на войну в невероятное количество стран. Бут призывал к вторжению в Сирию, вторжению в Иран, так же к войне против Северной Кореи, даже к войне Саудовской Аравии. Цитата. Если США так быстро управились таким закалённым варваром, как Хусейн, то представьте, что они могут сделать снежными сиборитами типа королевской семьи Саудов. Бут разошёлся и представлял себе всё прямо в деталях. Но этого не было, мы никогда не вторгались в Мекку. А жаль. Так что Макс Бут перешёл к призыву военной оккупации... Пакистана. Пакистан. Пакистан с ядерным оружием. Давайте оккупируем. А потом Сомали. Это тоже наша война. В 2011-м Бут призывал к войне против Ливии. И Хилари Клинтон так и сделала. И, естественно, Бут был главным сторонником нашей войны против Ирака. Цитата. Когда мы не зложим Саддама, написал он до вторжения, мы сможем навязать американам международное регенство в Багдаде, чтобы согласовать с таким же в Кабуле. Превратить Ирак в маяк надежды для всех угнетённых на Ближнем Востоке. Это будет исторической целью войны. Амбициозна ли эта повестка? Без сомнения. Есть ли у Америки ресурсы, чтобы её исполнить? Так же. Без сомнения. Конечно. Можем себе позволить. Легко. Теперь после триллиона долларов и миллиона погибших сработало ли предсказание Макса Бута? Не отвечайте. У него уже есть новая война. Наша война. Макса Бута. Субтитры создавал DimaTorzok